Итак, привет, друзья! Сегодня у нас с вами катушка Acuma Custom Black Feeder CLX55F. А 55 это, естественно, размер. Так, начнем с кратникового обзора. Что могу сказать по ней? Сейчас будет вставочка с укладкой лески, того, как она шнур укладывает. Вот, дальше. А перед тем, как начнем ее сначала обзор, а потом разборку, скажу, что катушка, в принципе, довольно похожа на то, что я уже образовал у себя на канале, на вот это. Это Acuma Laris. Они, в принципе, похожи по характеристикам. Сейчас катушки покажу, коробки покажу. Ну, кнопы разные, да? В этой три подшипника, в этой семь, но на самом деле они все, вот эти вот дополнительные подшипники, здесь установлены на периферии. То есть, катушки в целом довольно похожи, но есть одно такое отличие. Вот, если мы посмотрим на размеры шпулей, то обе катушки имеют 55-й размер по Acuma, да? Это где-то 6000-ки по Shimano Dive. Вот что-то такое, даже, наверное, немножко побольше будут, чем 6000-е Dive, как минимум. А Custom Black Feeder имеет шпуль немного поменьше по диаметру. Мы видим 57 с небольшим, то есть практически 60 даже, да? Ну, вот, видим такую вот разницу в диаметрах шпулей. Сами по себе механизмы здесь не совсем идентичны. В этой катушке, в Custom Black, здесь будет эллиптическая шестерня паразитная. Чуть попозже мы разберем, посмотрим. Но, в целом, скажу, что вот они довольно похожи и по классу, и по своим тягам, и характеристикам. И, в принципе, если бы у Алариса была вот здесь вот клипса нормальная, подпружиненная, или хотя бы нормальная пластиковая, не подпружиненная, но круглая, то, наверное, я бы даже предпочел ее. Но, к сожалению, она пластиковая. Вот здесь вот не то, чтобы с ней были какие-то конкретные проблемы. Леска вроде как с-под нее не выпрыгивает, но на рыбалках вот случается иногда вот такое. То есть, она вот частично из-за этого уголка выходит, и это все дело выглядит вот так. И меня это немножко напрягает. Да, обзор Алариса, если что, у меня также есть на канале. Вот, смотрим. По характеристикам они, в принципе, тоже похожи. 7 плюс 1, 3 плюс 1 подшипник. Так, одна и та же передатка 4.5, то есть, довольно-таки силовые и тяговые катушки. Они подойдут, по моему мнению, больше как бы для хэви-фидера, ну, в основном для экстра-хэви-фидера. У меня лично Аларис стоит на Шермане 4.20 до 160 грамм, и таскает, в принципе, до 150 включительно, и нормально, может больше. А комплектуется она еще дополнительной шпулью. Ну и, собственно говоря, все. То есть, вот такая вот шпулька есть дополнительная. Она тоже металлическая, к сожалению, с, опять-таки, такой же клипсой, как у Алариса. То есть, это обычная пластиковая клипса, которая не подпружинена ни в какую сторону. Вот, ну, Шамана, например, клипсы такой же формы, они абсолютно беспроблемные, как по мне. Во всяком случае, для ловли со шнурами так точно. Вот эти вот у Акумы чуть-чуть они, ну, хотелось бы получше. А здесь, если увидим, есть такая классная штука. С одной стороны, вот эта шпулька более глубокая, но она не имеет перфорации. Для тех, кто ловит на реках с песчаным берегами, в общем, эта штука довольно актуальна, потому что через вот эти вот дырки или отверстия, вопрос мировосприятия, все равно задувает на шток песочек. Особенно, если это большая вода, ветер сильный, ну, и так далее. Ну, те, кто ловит на песчаных реках, я думаю, знаком с этой проблемой. Песок попадает на шток, начинает его царапать, и ничем хорошим это не заканчивается. Ну, и плюс немножечко попадает прикормка, она относительно безвредная, но все равно. Вот, вот эта клипса лишена этих недостатков, но в то же время здесь нет нормальной клипсы. Как вот здесь. По поводу веса, катушка, в принципе, как и заявлено, весит 440 грамм или что-то около того, ну, там буквально на 5 грамм и больше, но не суть, вакуумы, в принципе, всегда так. Они почему-то на коробках занижают реальный вес катушек, и все они весят больше. А по поводу легкости, плавности, мягкости хода. Ну, в принципе, для такой большой катушки он вполне себе. Не могу сказать, что она тихая. Вот. А ларис звучит чуть-чуть по-другому. Ну, то есть катушки большие. Ну, это отловило полтора сезона, ей уже немножко нужно на ТО. Вот эти вот клацания кулисы, они глушатся густой смазкой, свеженькой. А вот гудение у нее вот такое вот самолетное, как у старых крупных шимановских катушек. Вот оно присутствует. А Custom Black звучит немного не так. Так, ну, а теперь, собственно говоря, обзор. Мы имеем кноп из Evo. К сожалению, ну, на любителя, как по мне, то он пачкается сильно. И я, если честно, кнопов из Evo не люблю, и мне больше нравится Т-образное. Хотя он достаточно большой, хватистый, и, в принципе, штука беспроблемная. Единственное, что я не смог вот эту вот заглушку отодрать. Судя по всему, кноп здесь неразборной. Ну, и судя по кинематической схеме, информация из интернета, он все-таки действительно неразборной. А ручка здесь вкручивает, не вкручивается, а как бы вставляется на шестигранник и поджимается с другой стороны. Ну, то есть, достаточно классическая схема реализации для бюджетных катушек. А что в ней прям круто понравилось? Вот это фиксация дужки. Смотрите. Вот эта вот штука. Ласкающая уши шаманистов. Да. Как мы знаем, в некоторых катушках шамана уже сегмента такой, медиум плюс, то есть, средний плюс. У них есть вот этот вот щелкунчик, который прям помогает дополнительно фиксировать в отброшенном положении дужки, чтобы не было самосбросов. Ну, и просто звуковое сопровождение создает такое себе. Вот здесь все реализовано немножко по-другому, чуть попозже покажу. Ну, схема классная, то есть, самосбросов дужки, вот по опыту эксплуатации того же Алариса, я скажу, что не было ни разу, ни при забросах никакой силы. То есть, всегда все прям действительно очень хорошо. А плюс здесь очень такая приятная толстая дужка по типу дайвовский Hairbell. Но она здесь не полая. Ну, и, в принципе, нам от этого не холодно, не жарко. Она такая толстая, удобная, скажем так. Дальше. Длина фрикциона. Вот он у нас абсолютно полностью расслаблен. И пробуем пол-оборота. Оборот. Полтора. Два. Два с половиной. Три. Три с половиной. Четыре. Ну, в общем, четыре и чуть-чуть оборота. То есть, фрикцион все-таки здесь длинный. Так. Ну, а теперь плавненько перейдем к самому разбору. То есть, открутили гайку, сняли нашу шпулю и смотрим, что же в ней. Так. И что мы здесь видим? Мы здесь видим подшипничек. Размер этого подшипника 4х7х2.5. Он здесь один. По сути, он никакой особой роли не играет. В той второй шпуле, которая более глубокая, а здесь подшипника нет. Ну, и как бы и черт с ним. Было бы их два, наверное, это бы какое-то влияние имело. Так. Ну, вряд ли. Стандартный фрикционный пакет мы имеем. Хорошо смазанный. То есть, три фетровые и три металлические шайбы. Так. Дальше. Под шпульном узле у нас, естественно, вот такая вот звездочка с зубчатым венцом, которая создает сам треск фрикциона. И одна или две. Да, две. Две здесь такие шайбы. Регулировочные. Даже три, оказывается. Так. Далее. Ручка здесь, естественно, как я уже сказал, откручивается. Она винтом поджимается с другой стороны и вставляется как бы в вал ведущей шестерни. С другой стороны фиксирующая втулочка. И, вот как мы видим, здесь вот эти вот зубчики. Здесь есть торцевые зубья, что позволяет катушке. Люфты не показывал, но, поверьте, здесь практически нету в этой катушке. Вот. Наличие вот этих торцевых зубьев, оно позволяет дополнительно зафиксировать ручку. Ну и, в общем-то, она люфтит гораздо и гораздо меньше, чем при их отсутствии. Но все еще это не так хорошо, как кручивающаяся ручка. Более мелкие размеры, там, Inspire, Helios, KUM, какое-то время имели проблемы с вот этими зубьями. И они, именно вот здесь вот, в ручке, был случай, что они откалывались. А случаев таких с крупными катушками я вроде как не слышал. Если у вас вдруг что-то случалось, то напишите. Ну, я с таким не сталкивался. Так, ну а теперь быстренько снимаем ротор и начинаем разбор. Конечно же, посмотрим ролик, сам ротор, ну и дальше весь основной механизм катушки. Есть. И теперь, конечно же, смотрим на самое интересное. Это ролик лесоукладывателя. Что же здесь? Есть ли здесь подшипник? Итак, выкрутили наш винт. И что мы здесь видим? Итак, смотрите, внутри ролика у нас находится вот ролик. И, собственно говоря, здесь находится один подшипник, 5х8х2.5, аналогичных размеров втулочка. Она может выглядеть как немножко меньше из-за своей формы. Но имеет все-таки размеры такие же. И между ними дистанционная шайбочка. Точно такой же ролик установлен в многих кубах, в том числе и куме Аларис. Единственное, что там стоят две втулки. Дальше. Механизм сброса дужки здесь классический. Опа. Да, еще с обратной стороны вот здесь вот устанавливается такая дистанционная шайбочка тоже для подшипника. Ее тоже не теряем. Так, механизм сброса дужки классический. То есть здесь установлено все с одной стороны. И гусак само сброса, и пружина. Так, аккуратненько это все дело вынимаем. И видим, что у нас здесь есть. Да, кстати, здесь нет вот этих вот щелкунчиков по типу как у Шимана. Вот этот вот щелчок происходит, я так понимаю, посредству. Вот сейчас вот так вот сделаем немножко. Посредству захода вот этого гусачка вот сюда вот. То есть вот так вот. Но схема очень и очень эффективная. Пружина реально здесь мощная. Я так думаю, что здесь 0,5 миллиметров, наверное, проволока. То есть она прям реально толстая. Так, сам гусак. Ну, смазано могло быть немножко побольше, но в принципе смазка есть. И как мы видим, вот здесь вот, в отличие, например, от новых катушек Дайва, нет никакого колечка, защищающего данный узел от износа. Сюда имеет свойство попадать иногда песочек, и когда он попадает, он протирает. Вот это посадочное место. Вот само плечо, вот здесь вот. И эта штука начинает лифтеть, и душка потом клевать немножко вниз. Что не супер хорошо, поэтому нужно следить за актуальностью смазки здесь и посматривать, чтобы туда не попадал песочек. Ну, с другой стороны, та же схема, без доп. втулок, проставок. Так, ну, а теперь самое интересное. Что же у нас внутри? Да, забыл упомянуть, если что, подторможатель ротора в данной катушке нет. Снимаем нашу крышечку. Как мы видим, крышечка промазана. И что мы здесь видим? А мы здесь видим нашу ведущую шестерню. С чего у нас сделано, не до конца понятно, но не суть. Как мы видим, она не слишком до больших размеров. То есть здесь 32 с небольшим миллиметром. 32,5, наверное, где-то так, да? Ну, чуть больше 32 миллиметров. На ней маркировочкой стоит HDG. Что бы это ни значило. Смотрите, в принципе, шестеренка могла бы быть и покрупнее. То есть, просто чем больше главная пара в целом и ведущая ведомая шестеренка, чем крупнее там зубы, тем при прочих равных они медленнее изнашиваются. Но именно натягивая характеристики больше влияет придаточное число, длина рукоятки, ну и некоторые другие параметры. Размер шпули. Вот эта катушка, несмотря на относительно небольшой размер шестеренки, она будет достаточно тяговой. Здесь у нас установлен подшипник в крышке. Причем свое посадочное место заходит очень плотно. Размеры данного подшипника 8х14х4. Так, дальше вытаскиваем нашу ведомую шестерню и смотрим, что же, как же, на чем же она стоит. Первое, что мы видим, это один головной опорный подшипник, достаточно крупный. Прям очень приятно крупных размеров. А вот эти шайбы стоят сверху. На них, в общем, садится ротор, как бы опирается. Вот размер данного подшипника 8х19х6 мм. Он прям реально очень крупный. И здесь вот есть, как и во многих катушках Кумы, на подшипниках маркировка S. Что это значит? Понятия не имею, но, скорее всего, это... Возможно, это стейнлесс. То есть, нержавеющий. Кто знает. Здесь мы видим угонную муфту. Достаточно интересную. С довольно крупными роликами. Ну, также подобные угонные муфты. Ну, скажем так, достаточно похожие. В крупных катушках Тика присутствуют. Вроде как, по моему опыту эксплуатации, они беспроблемные. Ну, то есть, как минимум, они достаточно крупные. Лично у меня никаких претензий к этим муфтам нет. Никаких проблем с ними не было. Дальше мы видим сам тормозной барабан, который зашлифован. Ну, прям гораздо-гораздо-гораздо лучше, чем, к сожалению, в современных катушках Дайва. И поэтому гоночка работает достаточно мягко-тихо. И некая вот такая вот шайба. Посадочная, дистанционная. Возможно, она предназначена для того, чтобы дистанцировать тормозной барабан от самих зубьев ведущей шестерни. Точнее, ведомой шестерни. Для того, чтобы на нее не попадала густая смазка. Так, дальше вытаскиваем нашу главную пару. Главную шестерню. А как мы видим, здесь достаточно интересная такая штуковина. Кулиса здесь, сама каретка имеет прямую форму, а паразитка, она эллиптическая. И специально для того, чтобы правильно свести наши шестеренки. Вот шестеренка самопривода, наша кулиса. Вот она тоже имеет такой формы эллипса. Для того, чтобы их правильно свести, вот здесь вот в ведущей шестерне существует отверстие, которое нужно свести с стрелочкой на паразитке. Как мы видим, зубы здесь нарезаны, они такие, ну, под достаточно небольшим углом. Возможно, это и обусловливает относительно такую шумность этой катушки. Дальше. Посадочного места под подшипник в опоре пиньона, или же ведомой шестерни желтенькой нашей, здесь никакого нету. Втулки здесь никакой нету. То есть, хвостовик пиньона вот здесь опирается просто на корпус. Так, видим такую пластиковую платформу, которая играет роль направляющей для корректной кулисы. Снизу ней же служит такое вот посадочное место. Ну, то есть, металлических штанг направляющих здесь нету, а сама кулиса как бы трется по пластику. Так, вытаскиваем нашу паразитку. Что мы видим? Она здесь у нас сидит частично на корпусе. Ну, и есть вот такая вот шайба, частично она опирается на которую, и, естественно, шайбочка эта прижимается нашим саморезом. Вот наша паразитка. Так, ну и с другой стороны мы имеем последний подшипник. Размер данного подшипника 8х14х4, то есть, он не аналогичен подшипнику с другой стороны. Я думаю, этому порадуются люди, которые крутят катушку правой рукой, а не левой, потому что многие из них считают, что у производителей катушек существует семерный сговор против них, и что если ручка вставляется именно с этой стороны, с правой, там где подшипник меньше, то есть, при вращении на него попадает больше нагрузок, подшипник меньше, естественно, дохнет он быстрее. Ну, во всяком случае, в теории это так. Я, как на самом деле, не знаю, потому что мне удобнее крутить ручку левой рукой. Так, ну и, пожалуй, по сути, это все, что есть. Ну и туда-сюда, естественно. Вот такая вот пружинка здесь. И рычажок туда-сюда. Стопор обратной хода. По сути, это все. Что мы, собственно говоря, имеем в итоге? Мы имеем главную пару, которая посажена на три подшипника. Довольно крупных, но их всего три. То есть, экшипа здесь, к сожалению, нет. Еще два подшипника находятся в ролике. Вот здесь вот. Итого пять. И еще два, судя по всему, находятся у нас вот здесь вот. То есть, в нашем кнопе. А так ли это, не знаю. Если честно, собираюсь эту катушку продавать. Если что, там заглядывайте в закрепленный комментарий. Если он есть о том, что я продаю, значит, она еще продается. Хочу продать эту катушку. Прямо после видео покупалась она исключительно специально до обзора. Вот. Если бы я ее не продавал, наверное, я бы попробовал это все дело как-то расковырять. Ну, выдрать вот эту вот заглушку. Но, судя по всему, кноп здесь все-таки не разбирается. Если честно, у меня так, чтобы не нанести увечий данной заглушечки, выкрутить ее не получилось. Итак, катушка наша собрана. Как вы видите, она уже с намотанным шнуром. И покажу укладочку еще раз. То есть, как мы видим, она весьма и весьма неплохая. Вот. В целом, что могу сказать по катушке? Стоит ли своих денег? Ну, скорее, да, чем нет. А какие моменты есть, которые мне нравятся? Ну, низкое предаточное число. Для хевика и экстра хевика это прям хорошо. Вес не космический. Хорошо. Две шпули в комплекте, одна из которых, ну, такая условно бесполезная, это не прикольно, как по мне. И вот эта вот дырявая шпуля, это тоже, ну, как бы так себе. То есть, в свое время у меня была лично мне принадлежащая катушка флагман Космастер с точно такими же дырками. И вот через эти дырки попадал все-таки песок на шток и его царапал. Актуально только для рыбаков, которые ловят, опять-таки, на реках с песчаными, ну, на водоемах с песчаными берегами. Если у вас там ил на берегах, трава и все такое, скорее всего, этих проблем не будет. То еще, я забыл померить, длина рукояти 75 мм по осям. Если брать ту же аккуму Аларис, которая, ну, прям очень похожа, то здесь, по-моему, 76 или вот. Ну, то есть, совсем чуточку-чуточку она длиннее. Так не покажу, но, наверное, будет не видно. Здесь просто еще сам кноп такой весло. По поводу, опять-таки, небольшого сравнения между этими катушками, они, несмотря на разные кулисы, в принципе, они очень и очень похожи. Подшипники дополнительные установлены на периферии. Самое главное их отличие, вот здесь вот неудобная клипса, здесь как бы более удобная клипса. Ну и более толстая душка, тоже прикольно. Небольшой спойлер. Следующая у нас будет Monterrey X Pro Feeder от FLAGMAN. Тоже катушка для экстра-хевика. Вот, достаточно интересная оказалась. Ну, обо всем по порядку, это уже будет в следующем видео. И, скорее всего, у вас будет интересовать, какая она по размерам по сравнению с 6000 дайвами LT. Ну, собственно, вот. То есть, катушка, она немножко больше. Ну, она чуточку крупнее, но совсем несущественна. Есть такое, да? По поводу их отличий по тяге, ну, конечно же, вот это с более низкой передаткой будет, ну, помощнее. Явно помощнее. По опыту эксплуатации Алариса, который меня прям удивил. Я не ожидал от него. 150-ки он таскает прям, прям нормально. Вот вообще нормально. Ну, своей ниндзой 150-ки я бы таскать, конечно же, не стал бы. Она их не тянет. А, да, по поводу главной пары. Как мы видели, она относительно небольшая, но по опыту эксплуатации Алариса могу сказать, что никаких проблем она у меня не вызвала. Здесь такая же главная пара стоит. Несмотря на относительно небольшой диаметр, вроде как ничего пока не рчит. Кормушки тяжелые таскает и прям таскает неплохо. Ну, то есть, в целом все окей. Брать, не брать, решайте сами. Возможно, что-то интересует еще. Возможно, что-то осталось за кадром или упущено. Конечно же, задавайте вопросы в комментариях. Я на них отвечу. Не забывайте подписываться на канал. И до встречи в следующем видео, которое будет посвящено уже вот этой вот катушке. Флагман Monterey X-Pro Feeder. Или просто X-Pro. Пока-пока.